Добро пожаловать в «Мамина школа»! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Во сколько полных лет ребенок готов к школе? Куда прикрепить хвостик зимних детей? Начать учиться в 6,5 или в 7,5? Советы психолога и учителя. Как еще до школы развивать и укреплять зрительную память? Обо всем этом в ближайшие 20 минут в «Маминой школе». Открываю книгу о бытии и нравах Древней Руси. Читаю. Для традиционной культуры важными переходными этапами были отнятие ребенка от груди, начало речи, начало трудовой деятельности и начало исповедальной жизни, которая, согласно православным канонам, должна была начинаться с 7 лет. А исповедальная жизнь совпадала с началом обучения. То есть наши предки испокон веков считали, что ребенок готов воспринимать науку в 7 лет. И что интересно, в традиционной культуре мы встречаем описания вундеркиндов, ну, то есть детей, которые развивались намного быстрее своих сверстников. Это так называемые волхи-богатыри. Читаю. Взрослеющий эпический богатырь в ускоренном режиме проходит традиционные стадии взросления. То есть с самого рождения ребенок обладает необыкновенной мощью. Однако обучение грамоте начинается в обычном возрасте. А и будет волх 7 годов, отдавала его матушка грамоте учиться. Традиция начинать обучение с 7 лет продолжалась многие-многие столетия. Но, как известно, каждое поколение умнее предыдущего. Может быть, поэтому было принято решение не так давно отдавать детей в школу с 6 лет. Помните, были нулевые классы? Но что-то дело не пошло, и сегодня у родителей есть выбор. Отдавать ребенка с 6 лет или с 7. Но самый мучительный выбор у тех родителей, у которых дети родились зимой. То есть они должны решить, не просто в 6 или в 7 лет пойдет их ребенок в школу, а в 6 с половиной или в 7 с половиной. Куда прикрепить эти полгода? И вообще, со скольки лет отдавать современного ребенка в школу? Будем разбираться вместе с Владой Григорьевной Азиной, педагогом-психологом-игротерапевтом Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции на Таганке. Здравствуйте, Влада Григорьевна. Здравствуйте. Как вы думаете, неужели в конце 20-го, в 21-м веке дети до 7 лет стали развиваться, ну, так сказать, по ускоренной программе? Стоило ли менять многовековые устои и отдавать детей с 6 лет в школу? Ну, вряд ли сейчас дети стали принципиально другими, да, нежели они были там, стоили 200 лет назад. Более того, вот сейчас многие логопеды и дефектологи говорят о том, что вообще меняются возрастные нормы, то есть дети начинают позже говорить, соответственно, позже развивается мышление. Поэтому общее вот развитие, да, немножко сдвигается, начинается немножко позже. Влада Григорьевна, итак, во сколько же лет ребенок готов с точки зрения интеллектуального и умственного развития к школе? Все-таки в 6 или в 7? Ну, понимаете, ситуация каждый раз индивидуальна, да, то есть если мы говорим про здорового ребенка, то он готов, как правило, к школе, особенно если он ходил в садик, к 6,5-7 годам он готов. В умственном развитии, да, мы сейчас не говорим ни про эмоциональное развитие, ни про физическое, в умственном развитии он, как правило, готов. А во сколько же лет готов ребенок к школе, вот, в психологической точке зрения? Если ребенок ходил в садик достаточно регулярно, то ситуация для него более благоприятная, да, потому что он привыкает в садике к тому, что сидит он, сидят еще детки без мамы и тетя-учитель, да, которая здесь главная, или там воспитатель. Если ребенок домашний по каким-то причинам, да, там, не хотели родители или что-то, то даже если он готов интеллектуально, он, как правило, не готов психологически. Он ситуацию в школе воспринимает в первую очередь как ситуацию для общения и для игры. С 6,5 или с 7,5? В нашем следующем сюжете своим опытом поделятся учительницы начальных классов и родители первоклассников. В 6 или в 7? Если ваш ребенок родился в самой середине учебного года, эта дилемма обязательно воскоснется. И тут приходится решать. В 6,5 отдавать ребенку в школу как-то рановато, а в 7,5 кажется уже поздновато. А вот учительница с 30-летним стажем Наталья Фадеева считает, что для всех общих правил не бывает. В моей практике бывают даже случаи, когда ребенку и в 7 лет вами идти в школу. Но здесь зависит от нас, от взрослых. Вот у меня в этом году в классе было 32 человека, и из них 7 шестилеточек. Вот именно шестилеточек. Замечательные дети. Хотя учиться им было трудно. И до 4 класса они были самыми ранимыми. Ведь не зря раньше в гимназиях учились 9 лет. Когда все вот эти психические процессы, память, внимание, воображение, мышление, они были сформированы. Глеб Ильенко пошел в первый класс, когда ему не было еще 7 лет. Родителям казалось, что он уже достаточно развит и вполне способен усвоить учебный материал. Мы январские, поэтому, когда подошло время, мы решили не отдавать снова в сад. Мы уже были готовы. Уже читать умели. Не очень быстро, но умели. Читали хорошо. Мы были готовы уже пойти в школу. Усидчивость мы отрабатывали. Не всегда ребенок хотел сидеть и писать буквы. И, конечно, хотелось побегать с ребятами во дворе. Приходилось забирать домой против его воли. Только мама не учла одного, что не наигрался еще ребенок. Чего стоит, например, просидеть 35 минут на уроке, да не на одном, а на четырех. И при этом не отвлекаться на то, что делается по соседству или за окном. Когда мама звала меня учить уроки, мне было как-то неохотно. Было, когда я успевала учить уроки, но не успевала учить играть, точнее. А было наоборот. А вот мама Никиты Пешкова не торопит сына. Детство один раз в жизни бывает, считает она. Да и зачем ребенку навязывать то, к чему он еще не готов? Поэтому решила, школа пойдет только в 7,5 лет. Этот лишний год, конечно, не гарантирует, что ребенок станет отличником, но создаст для него определенный запас прочности. Я считаю, что в том году он еще не был готов к школе, потому что у него были какие-то свои интересы, мы не стали на него давить, зная, что он еще не готов к школе. В этом году за год произошли огромные изменения. Он уже сам хочет учиться, он уже проявляет какой-то интерес. Ведь школа – это огромная работа для ребенка. Это груз ответственности, который сваливается на его еще неоклепшие плечики. Я вообще консерватор, поэтому я считаю, что рано. И тем более у меня есть опыт работы с этими детьми 16 лет назад. Вот как раз в этой школе, в этом детском садике, как раз набирали детей именно 6-леток. Но здесь были созданы условия. Тогда необходимо было создавать условия. У нас здесь стояли кроватки, у нас предусматривался вот этот вот дневной отдых. Кто-то полежит, кто-то уснет, может быть. Обязательно щадящий был режим. И все равно детям было очень сложно. Ребенок 6 лет действительно способен учиться. Но не стоит забывать, желание играть и резвиться все равно сильнее всяких оценок и похвал. Так, чтобы вам решать, родители, отдавать в школу ребенка раньше или стоит немного подождать. Ведь вместо полноценных знаний малыш может получить серьезный удар по психике. И что еще хуже, потерять всякий интерес к учебе. Ну, самый мучительный вопрос у тех родителей, у которых вот дети родились зимой, да? И к 1 сентября это 6 с хвостом, из больших причем, мне вот интересует. Это 6,5, 6,8, там 6,9. Вот все-таки во сколько полных лет отдать такого ребенка? Вот как тут решить вопрос? Тут я вам скажу, какие есть зоны риска. Если ребенок, во-первых, имеет хронические заболевания, любые, если у ребенка были черепно-мозговые травмы, сотрясения, операции, под наркозом, любые, лучше отдавать ближе к 7 годам. Если ребенок очень подвижный, лучше отдавать к 7 годам. Если у него наблюдаются так называемые минимальные мозговые дисфункции, то есть вот легкие нарушения мозгового кровообращения, это вещи, которые смотрят с одной стороны невропатологам, с другой стороны их психологи тоже диагностируют. Это не связано с интеллектуальной готовностью, это именно вот такие легкие отклонения, да? То в этих случаях лучше отдавать к 7 годам. А процент таких отклонений сейчас примерно процентов 70 у всех детей, легких таких вот, да? То есть которые сказываются именно на умственной работоспособности. Это не значит, что ребеночек там глупенький, да, или отстающий. Это значит, что ему трудно долго думать. То есть отдавать в 6,5? Нет, если вот, если все эти факторы риска есть, которые я перечислила, то отдавать лучше в 7. В 7,5? То есть ближе уже к 8? Да, да, да. Ребенку будет проще. Родители часто боятся, да, что вот ребеночек уже умеет читать и писать, и ему в школе будет скучно. Ему скучно не будет, потому что он, с одной стороны, будет очень гордиться тем, что он уже что-то умеет. Это всегда очень приятно. С другой стороны, он... Ну, большинство детей сейчас приходит уже умея читать, писать, там, и какие-то цифры зная, да? Но очень важный момент – это организованность ребенка, которая, в том числе, зависит от возраста. Чем он старше, тем он организованнее. И что вот нужно не потерять ручку, да, что нужно на этот урок достать такой учебник, в такой обложечке, на другой урок, другой учебник, и такие тетрадочки, да, что нужно собрать портфель и разобрать. Да, вот эти все вещи будут получаться лучше. А в основном в первом классе главная проблема – это вот именно такие организационные и социальные, да. А ведь от того, какой старт будет, ведь многое зависит, правильно? Ну, да, да, конечно. Ну, в общем, если есть возможность, лучше отдать попозже. Да, лучше не торопиться, потому что, когда вводилось вот это, да, когда было это нововведение, что с шести лет, там были разные соображения, но возрастная готовность не учитывалась, да. Были соображения, что сделать программу полегче, но фактически она не облегчилась никак, и более того, родители гораздо больше включены в обучение ребенка, гораздо больше должны помогать, да, чем, допустим, там было 20 лет назад. То есть им легче учиться не стало, из-за того, что они учатся 11 лет. Страх перед армией часто заставляет родителей отдавать своих сыновей именно с шести лет. Ну, вроде бы год в запасе будет после школы. Влада Григорьевна, как вы считаете, оправдано ли раннее поступление в школу вот этим страхом? И что тут можно посоветовать родителям? Ну, я считаю, что, конечно, оно оправдано. Если родители боятся армии, да, то они пытаются как-то страховать ребенка своего, от того, чтобы он туда не попал. Это естественно. Другое дело, что обычно так получается, что к мальчикам обычно более завышенные требования у родителей во время учебы, чем к девочкам. Даже не только во время учебы к школе, а вообще к их обучению. Потому что есть установка в обществе, ну, такая, она достаточно распространенная, что мальчик должен кормить семью, он должен обязательно иметь профессию, он должен быть в состоянии заработать деньги, да, к девочке таких стандартов не предъявляется. Вернее, предъявляется гораздо реже. Потому что родители всегда имеют в виду, ну, в конце концов выйдет замуж, да, и будет мамой, и все будет хорошо. Поэтому из-за этих завышенных требований ожидания родителей гораздо выше от мальчиков во время учебы, да. Родители гораздо больше переживают по поводу неуспехов, чем если бы это была девочка. Больше конфликтов между мальчиком и его родителями. А когда его отдают раньше, мальчик идет менее готовым, потому что мальчики, в принципе, развиваются чуть-чуть позднее, это нормально. В школу его отдают раньше, он приходит менее готовым, чем девочки, требования к нему выше. В итоге мы получаем, да, мальчика, который учиться не любит и не хочет, и родители, которые сильно им недовольны. Еще один выход, что сейчас есть переход из класса в класс экстернатом, да? Да. Это же тоже выход. Есть. Я знаю людей, которые в 15 лет в школу. Можно, да, можно экстернатом делать это, можно по индивидуальной программе, да, уже последние классы заканчивать. Вот, есть такие варианты. Можно переходить в лицей, уже в старшие классы переходить в лицей, которые имеют более профильно ориентированную программу. И тогда это увеличивает вероятность поступления. То есть родители должны знать, что и в дальнейшем у них есть выход? Конечно, есть. Что если вот они не в шесть отдали, то... Причем выходы не только медицинские, да, но и по пути образования, да, то есть не только там искать какие-то заболевания, которые позволят не идти, а можно, да, можно вот искать более профильные учебные заведения, которые облегчат поступление. Участвовать в олимпиадах тех же самых, которые дают возможности, в общем, достаточно широкие при поступлении льготы. А могут ли сами родители все-таки определить, готов ли их ребенок к школе? Вот у них есть выбор. Шесть, семь или даже с половинками. И вообще, как это им сделать? Ну, родители, во-первых, если ребеночек ходит в сад, они могут посоветоваться с воспитателями, потому что воспитатели глаз достаточно наметаны. Они деток видят много, и их совет будет квалифицированным. Кроме того, если мы говорим о каких-то, ну, таких вот простых тестах, да, которые можно посмотреть самому, можно проверить у ребенка, что? Насколько он пересказывает хорошо коротенький рассказ? Да? Он его прочитал или вы ему прочитали коротенький, да, там не больше, там, ну, 10 предложений. Насколько он хорошо может пересказать? Посмотреть, насколько он внимательный, да? Это тоже можно сделать самому. Допустим, вы берете картинку, на которой нарисовано множество животных или множество растений, и просите искать определенные, да? Кроме того, вы можете сами смотреть, допустим, насколько ребенок хорошо перерисовывает картинку. Это тоже важный показатель. Вот вы ему даете простую картинку, насколько он хорошо перерисовывает. Может быть, какое-нибудь там простое животное, да? Не должно быть что-то сложное. Но то, что он видит глазами, он должен достаточно четко воспроизводить рукой. Но это должны быть вот именно простые вещи, да? То есть не какие-то там... Может быть, это буквы какие-то простые, какие-то животные, какие-то вот растения такие элементарные. Ну, вот он должен уметь это делать. Влада Григорьевна, скажите, а если родители подыскали для своего шестилетки частную школу, там будет народу вроде как поменьше, то легче ли будет тут ребенку с шести лет учиться в первом классе? Вы знаете, я бы не советовала отдавать в частную школу только из тех соображений, что там будет меньше народу. Там может быть много других минусов, да? И если, допустим, ребенок утомляемый, ему, предположим, следует находиться на продленке. Но он вполне может учиться в обычной школе при сохранном здоровье и при нормальном интеллекте. В частной школе вы можете... Я не хочу говорить как бы ничего плохого про какие-то конкретные школы, но высокая вероятность того, что туда отдают очень проблемных детей, которых не хотят брать в общеобразовательные школы. Понимаете? И, соответственно, с кем будет учиться в классе ваш ребенок? Неизвестно. Поэтому лучше все-таки вот в этом случае не искать вариант частной школы, а подождать и отдать просто попозже. Не... Просто иметь в виду, что если ребенок утомляемый, да, ему не нужна продленка, его нужно просто пораньше забирать. Хорошая память поможет ребенку легче усваивать учебный материал. Со скольки лет бы он не пошел в школу. А развивать память нужно с самого раннего детства. Сегодня в рубрике «Развиваемся, играя» игры для развития зрительной памяти. Не выбрасывайте пустые коробки из-под спичек. Я из них в детстве столько кукольной мебели переделала. Как вот этот комод, например. Он из четырех ящичков. Сегодня мы с вами будем делать такой же комод, только из трех ящиков. Он понадобится нам для игры. Спрячьте в один из ящичков пуговицу. А ребенок пусть запомнит, в какой ящик вы спрятали ее. Это самый простой вариант игры для двухлетних детей. А для детей постарше спрячьте два предмета в разные комоды. И пусть он отыщет их, но не сразу, а через час. Это развитие кратководителей. Для развития долговременной памяти. А для развития долговременной памяти попросите ребенка на следующий день вспомнить, где же лежат предметы. Как я сказала, в талом ящичке. В талом. А теперь отправим плющевых зверей погулять. Но для этого нам понадобится несколько лоскутков ткани разных расцветок. Разрежем каждый лоскуток пополам. Но наши зверюшки не хотят идти гулять в одних только платочках. Они просят принарядить их. Из старых половинок тканей мы должны подобрать им точно такие же шарфики, юбочки или парточки. Фантазируйте сами. Посмотри, нам надо для каждой зверюшки подобрать именно вот такой же. Если у этого платочек горошек, то какой нужно подобрать ему шарфик? И надо очень быстро это сделать. Давай, пожалуйста. Чем мельче будет рисунок на ткани, тем внимательнее придется ребенку подбирать одинаковые лоскутки. А это развивает тонкость зрительного восприятия. А вот игра, где кроме зрительной памяти вы еще и геометрические фигуры сможете изучать. Нарисуйте на альбомном листе окошечки в виде треугольника, прямоугольника, квадрата и агана. Квадрат. Квадрат. Теперь вот треугольник. Посмотри, три угла. Раз, два, три. Этот домик можно как угодно разрисовать. Пусть ребенок фантазирует. Но самая главная ваша задача вырезать эти самые окошечки так, чтобы они открывались. Вот такой домик. И все открывается. Бритву сразу убираем с глаз данных. Все двери и окошечки открываются. Самое время спрятать нарисованных зверей. Запоминай. Заходи в дверку. На лифте поехала. Открывай. Где круглый окошечек? А ты где хочешь? Я хочу жить в круглом. Это кто у нас? С лисичкой, пожалуйста. Вот так она пойдет. Закроем все окошечки и попросим ребенка запомнить, кто где живет. В каком окошечке живет птичка? Только ты называй мне геометрическую фигуру. Не открывай. Овал. Овал? Хорошо. Это круг. Круг. Молодец. Кто же живет там? Леса. Молодец. Три убойни. Умница. Кто же там живет? Киска. Это киска. Мяу. Можно играть уже в готовые игры. Но здесь звери не могут менять свои квартирки. Поэтому ребенку очень скоро станет неинтересно их отыскивать. А Сава, на какую геометрическую фигуру пахнет? Не знаю, не на какую. Если бы она безлучая была, тогда бы она была похожа на круг. На круг. Играйте со своим малышом. Ведь такие игры не только зрительную память укрепляют. Они развивают фантазию, мышление. Но главное – это минуты, когда вы рядом. А это самые бесценные минуты в вашей жизни. Влада Григорьевна, что еще вы посоветуете родителям, которые вот сегодня делают свой выбор? Со скольки полных лет отдать ребенка в школу? И вот эту половинку куда прикрепить все-таки? В 6,5, в 7,5? Я бы посоветовала родителям прийти к психологу профилактически за год или за полгода до школы. Где-то в 5 тогда получается? В 5,5, вот, в 5,5, вот, между 5,5 и 6, вот так вот, да? И в этом случае психологи смотрят развитие мышления, внимательности, умственную работоспособность, развитие памяти, эмоциональное развитие, в том числе и настрой на будущую школу. Если возникают... Или второй вариант – это прийти уже, когда ребенок поступил в школу. Вот, и посмотреть. Посмотреть уровень развития, да, не дожидаясь возникновения проблем. Проконсультироваться, как себя вести в том или ином случае, да? И все-таки психологи склонны советовать поищу. Да, к 7 годам, к 7 годам. Знаете, как первое причастие в католичество? В 7 лет. Это вот такой возраст, это возраст физиологической зрелости коры головного мозга в норме. Когда развит самоконтроль. Спасибо, Влада Григорьевна, за интересные ответы. Спасибо вам. Надеюсь, встретиться с вами снова в маминой школе. Взаимно. Спасибо. Надеюсь, мы помогли вам принять решение, со скольки лет отдать вашего ребенка в школу. У меня лично развеялись последние сомнения. Я отдам своего сына с 7,5. Ну, а если уж ребенок окажется очень умным, для таких учеников есть сегодня система перехода из класса в класс экстерном. Желаю вам правильно сделать выбор для своего ребенка. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе.